Семейство дроздовые, довольно многочисленные, но сравнительно мелкие или средние птицы. Могут они, впрочем, до 40 где-то сантиметров быть. Хорошо поют, как правило, дрозды, правда, не все. 300 видов дроздов. Есть по всему земному шару, кроме Антарктиды, ну и самых суровых мест Арктики. В умеренных широтах это перелетные птицы, но довольно рано они прилетают и поздно улетают. Кормятся они на земле, наиболее такие известные, типичные. Вот, допустим, певчий дрозд. Певчий дрозд, скромно окрашенная птица с длиной до 25 сантиметров. Крылья размером где-то 12 сантиметров. Молодые птицы более тусклые, но в целом похожи там все. Гнездится по всей Европе, в Сибири, до озера Байкал певчий дрозды есть. Кавказ, закавказье. Зимует на юге Европы, Северной Африки, перелетный. Появляется в местах гнездования где-то в середине апреля. Захватывает участки для размножения. В это время очень много поет. Певчий дрозд поет практически все светлое время суток. Особенно энергично он утром и вечером поет. Довольно звонкая, громкая песня. И довольно разнообразная. Как раз вот дрозды у них разнообразные. Мелодии соловей же тоже дрозд будет в этом клипе. Но певчий дрозд тоже неплохо и весьма по-разному поет. В общем-то певчего дрозда даже называют иногда лесной соловей. Гнездится на деревьях, на кустарниках, на валежнике, на стволах, на пеньках. Обычно все-таки высота гнезда метр и больше, до 10 метров может от земли быть высота. Но имеется в виду высота, где на которую гнездо делает. Само гнездо меньше, конечно, чем метр. Но довольно большое все равно у него гнездо. Из сухих листьев, травянистых растений, прутиков, лишайников. Внутренняя поверхность гнезда обмазана глиной. Довольно быстро причем. Они там вдвоем где-то три дня строят гнездо, что для птиц очень быстро, и штукатурят его глиной где-то один-два дня. За пять дней они делают. Потом они день ждут, пока обсохнет глина. То есть они прям вот глиной мажут стенки, что-то такое прям строят люди. Но вот когда глина просохла, они откладывают туда яйца. Обычно у них две кладки в году у дроздов. Первая кладка 5 яиц, 4 и 2. Ну с небольшими там, в зависимости от питания, может быть чуть больше, чуть меньше. Насиживает только самка. В течение 12 дней самец сохраняет участок, а потом кормят они их оба, потому что опять же прожорливые птенцы. 150 раз в день надо кормить птенца дрозда. Ну даже быстро растут. Поэтому это просто машина, которая рот открывает птенец, и все. И туда непрерывно падает еда. Все, растет у него основная такая работа. Где-то все равно 2 недели этот кошмар для родителей продолжается. Через 2 примерно недели он выходит птенец из гнезда, но тоже самостоятельно не кормится. Он меньше ест, но они его подкармливают все время. И вот где-то к августу, только к сентябрю он более-менее уже там от них отделяется. Хотя вот по 2 поколения они в принципе могут тоже делать. Где-то вот в сентябре они уже улетают, в начале сентября. Опять же дрозд собирает пищу на земле, склевывает с травы, может с ветвей деревьев склевывать. И все это беспозвоночное основное питание у дрозда, то есть полезное опять же. Дождевые черви, многоножки, проволочники, гусеницы. Вот гусеницы очень там вредные. Личинки пилильщиков, то есть лечат деревья дрозд. Какой-нибудь дрозд или дятел, это прям спасение для дерева, потому что деревья сплошь и рядом этими пилильщиками сильно поражены. Вот птицы им помогают, клюют там. Может в принципе пауков тоже есть. Птенцов, как правило, они кормят личинками насекомых. То есть лучшее для них питание это гусеницы всякие. Или вот личинки жуков, допустим. В принципе, когда ягоды в лесу созревают, к осени дрозд может также и ягодами питаться. При этом семена проходят через кишечник дроздов и не усваиваются. Поэтому, соответственно, он потом где-то эти семена, значит, какает где-то там в другом месте и помогает деревьями распространять их семена. В принципе, ягоды для того и сделаны, чтобы птицы клювали, а потом семена распространялись. Так что тут тоже все нормально для дерева. То, что он ягоды клюет, пусть клюет. Он распространяет семена деревьев. Родственный ему белобровник и рябинник. Вот он, рябинник, тоже дрозд. Северная и центральная Европа, сибирский тоже, лесной. Перелетный. Зимует в центральной и южной Европе, в Северной Африке, в Малой Азии. Колониально гнездится рябинник. Устраивает на одном дереве по 2-3 гнезда и может доходить до 30 пар. То есть по 30 пар могут быть на одном дереве этих рябинников. Гнезда они устраивают в развилке между стволом и суком каким-нибудь. Или на ветке. Гнезда помещают на высоте от метра до 4 метра от земли. Если по лесу часто ходят люди или гоняют коров, то есть лес возле деревни, они могут гнезда поставить 10 метров, чтобы не мешали их детям. Гнездо довольно большое. Большая чаша, сделанная из стебельков, злаков и тоже глины. И они все это смазывают и потом еще сушат. Штукатурят изнутри его глины, перемешанные с амхом. Выстилают там стебельками, чтобы внутри было мягко. То есть гнездо у них достаточно сложная такая конструкция. Особенно учитывая, что рук у них нет и все это клювом. Две кладки в лето. Насиживание 12 дней. Самец, когда насиживает самка, настолько храбрый, что прямо на человека бросается. Кстати, самец-рябинник может говном атаковать, он сверху летит и срет, допустим, на человека. Потому что млекопитающий от такого может убежать. В общем, его основная задача, чтобы возле гнезда никакая сволочь не ходила, в особенности большая. Гнезды, эти птенцы из гнезда, когда вылупляются, где-то 12 дней там сидят, в гнезде. И в это время их интенсивно кормят родители, как и у певчего дорозда, очень много кормят. И когда выходят они из гнезда, птенцы-рябинники тоже вокруг гнезда остаются. И взрослые их очень долго очень кормят и учат. И где-то, наверное, к концу лета они собираются уже в собственной стае, молодые рябинники, и кочуют по лесу самостоятельно. На осеннем пролёте большие стаи рябинников. Однако у них, опять же, сроки пролёта от еды зависит. Осенью как раз вот эта рябина, которую они любят. И рябинники очень много, конечно, едят рябины. И очень её любят даже больше, чем певчий дроз, поэтому их так вот прозвали рябинник. Основное же, впрочем, питание у них насекомое. Или личинки их насекомых. Многоножки, дождевые черви, моллюски, пауки. То есть, в общем, они во всех отношениях деревьев полезны и для дерева. Весной и летом он ест вредители дерева, а осенью он ест семена и тем самым их распространяет. То есть, ест ягоды, распространяя семена деревьев. Чёрный дрозд размером с рябинник, оно чёрный. Горные леса Европы, Северо-Западная Африка, Азия. В общем, больше такой южная такая птица. Гнёзда устраивать может на земле, на пнях различных деревьев. В лесах причём он скрытый. Песня походит, тем не менее, на песню певчего дрозда. Такая достаточно печальная и сложная. Поёт всё равно хорошо. Чёрный дрозд селится в городах Европы, и поэтому там стал известен. В частности, чёрных дроздов много в Англии. Где они их, в общем, любят англичане. Парки, скверы. Вот там много в Европе всё-таки всяких парков на гладбище, правда, может. Там он категорически полезен в парке. Поэтому они их, наоборот, прикармливают. Там скворечники, наверное, тоже им делают, я не знаю. Он по лужайкам парков гоняется за мухами, за насекомыми. Во всех отношениях в парках насекомые людям не нужны. Они вредят деревьям, либо они вредят людям. Там мухи всякие и прочие. Вот дрозд истребляет. Может, есть он там плоды и ягоды, которые есть в парке. Но тоже тут полезно, он распространяет семена. Поэтому тут хорошо, что он с человеком прижился. Меньше всякого яда в парках выбрасывать приходится. Близкий к нему довольно редкий трестанский дрозд, который обитает только на островах Тристан-де-Кунья. Ну и, пожалуй, про него не будем. Редкий пёстрый дрозд. Пёстрый дрозд в Сибирь, Приморье, Японии, Индостан, Азиатский, короче. Пёстрый дрозд. Малый дрозд, маленькие размеры, леса тундра. Может быть, в Северной Америке и в Сибирской леса тундре, то есть и по Якутии. Там может быть малый дрозд. В принципе, он перелётный, и вот он как раз, между прочим, летает между Россией и Америкой постоянно. То есть он из Сибири. Когда он перелётный, он через Аляску летит на Юг Америки, туда, ближе. Гавайский дрозд ещё есть, тёмно-коричневый на Гавайских островах. В общем, на ряде островов есть специальные свои там дрозды специфические. Гавайского дрозда местные жители считают божественной птицей, хорошо поёт. Вот, питается там тоже насекомыми. Синяя птица. В принципе, это синий дрозд. Вот про неё даже есть литературные произведения. Но вот Синяя птица так вот оригинально выглядит. На самом деле, по сравнению с дроздом, там длинный хвост, тёмно-фиолетовая, вот эта окраска специфическая. И самец, и самка вот так вот, фиолетовые, одинаковые. Ноги длинные и сильные. Длина тела 35 сантиметров примерно, большой достаточно, масса 200 грамм. Горные ущелья Индии, может быть, в Средней Азии, и в Китае может быть, эта синяя птица. Она не перелётная, она может по горам курсировать вверх и вниз, а так вообще она не перелётная. Но всё равно это предгорье часто. Вот они занимают ущелье в горах, эти синие дрозды. И там они круглый год в одном ущелье живут, выводят там птенцов, и всё вот так вот. И потом на следующий год остаются, и так далее. Причём птенцов они выгоняют в таких условиях. То есть вот, допустим, пара дроздов живёт, у них всё время птенцы вырастают. Когда они их кормить перестают, они его выгоняют, чтобы сам себе искал новую территорию. У них же там с территории всё серьёзно. Всё время поют. Пение – это у них, в принципе, способ территорию разметить. Гнездо устраивают между скалами, в камнях, где-нибудь возле воды, даже брызги воды в них гнездо ударяют. Свивают гнездо из корешков растений, из амха. Ну и обычно одно и то же гнездо у них тоже постоянно. Одна и та же пара пользуется одним и тем же гнездом, и всё время его ремонтируют. Около пяти яиц откладывают. Ну, где-то в мае откладывают, и в течение полутора месяцев они их выкармливают, воспитывают и выбрасываются. Пищу собирают они по берегам бурных горных потоков. И в основном питаются водными насекомыми, а также жуками, крупными муравьями и так далее. Осенью, как и вот предыдущие дрозды, они любят есть шиповник, ягоды, всякий виноград, который там в горах растёт, боярышник и так далее. Ну, каменный дрозд ещё известен, тоже горный, достаточно похожий, синий каменный дрозд. Похожий он на синего дрозда. Ну и у нас из этих всех горных дроздов больше известна каменка. Вот каменка, она может быть в Сибири. Предыдущий этот синий дрозд, это всё-таки, где он там, Мидия, всё-таки, да, то есть южный он. Каменка, да, наша. Каменка 15-17 сантиметров. Крыло где-то 10 сантиметров. Окраска у неё неяркая, но контрастная. Серая спина, над хвостью, основание хвоста у неё белое. Гнездица каменка. Северо-западная Африка по всей Европе, по всей Азии, кроме тундры. На Аляске много, в Канаде, в Гренландии. Зимует тропической Африки, перелётная каменка. Отлетает где-то, смесь зимовок отлетает из Африки в начале марта, и к началу мая достигает северных вот этих широт. Опять же, сибирские предпочитают летать через Аляску в южные районы какие-нибудь, Канады там и так далее. Гнездятся каменки по открытым местам. На выгонных, на лугах с тгустой травянистой какой-нибудь растительностью, по оврагам. Токовый полёт есть у самца каменки. И несложная достаточно песня, простая по сравнению со соловьём. Взлетает в воздух и порхает, показывает белые перья. Вот у него такой танец токовый у самца каменки. Потом планирует вниз, распускает при этом хвост, расправляет крылья. Там птица совсем ненормальной становится, когда она хвост распустила. Не походит на птицу, потому что обычно у них там хвост же параллельно. Ну вот хвост распускает, садится на какой-нибудь высокий предмет, по типу камня или пенька. И там начинает кланяться, показывая хвост по всем окрестностям. Ну и вот обычно к этому всему танцу подходит где-то так самка, и начинает на это смотреть, а потом у них секс получается. Гнёзда, этот дрозд каменка устраивает на земле. В старых норах грызунов, в норах ласточек, о которых я ранее рассказывал, в каменоломнях, в трещинах скал, среди камней каких-нибудь на земле, под крышами строений, в дровах, камнях и так далее. Гнездо у каменки это небрежно сделанная плоская чашечка со стенками и свитами из сухих стеблей, листьев травянистых растений, с примесью корешков, мха, гнилушек. Гнездится два раза в год. Первая кладка у неё бывает в мае, где-то 5 яиц. Вторая где-то в конце июня. Яйца бледно-голубые с зеленоватым оттенком. Насиживание где-то 13 дней у каменки. Выкармливание в гнезде тоже где-то 13 дней. Из гнезда они выбираются, ещё не умея летать, птенцы. И довольно долго ещё вокруг тоже там всё тусуются. Питаются каменки мелкие беспозвоночные, жуки, бабочки, кусеницы, двукрылыми этими всякими вредителями тоже каменки хорошо питаются. Осенью ест ягоды. Родственной ей есть испанская белохвостая каменка, редкий вид. Потом есть пустынная каменка, которая в пустыне, допустим, в Монголии, в Китае может быть пустынная каменка. Ну и также нужно отметить, что есть луговой чекан. У нас чеканом разных воробьиных почему-то называют, по-латыни разные совсем слова. Но вот луговой чекан, есть пальмовый чекан, я недавно рассказал. Совсем другое семейство. Луговой чекан. Спинная сторона тела тёмно-бурая, ржавчато-серые края перьев. От клюва над глазом проходит белая бровь. Крылья чёрно-бурые с белыми пятнами. Размером он меньше воробья, где-то 15 сантиметров у него длина. Гнездится по равнинам, по холмам, по пашням, по вырубкам, по гарям. Южные районы Западной Сибири захватывают его ареал. На Кавказе его много, лугового чекана этого. Но когда он перелетает же, когда он возвращается, они быстро разбиваются на пары. Моногамные. Луга – любимое место, на котором чекан гнездится. Вот на кусты. Луга с кустами, с высокими травами. Вот когда у него весенний этот период брачный, когда они откладывают яйца, самец часто сидит на вершине какого-нибудь там стебелька, на кусте на каком-нибудь и поёт песню. Они все дроздовые хорошо, в общем-то, поют. Гнездо они делают на земле, в углублении, окружённом густой травой. Гнездо замаскировано среди густой травы, найти его редко можно. Свита из стебельков, трав, мха, корешков. Кладка в начале мая. Насиживает кладку самка в течение 12 дней. Ну и примерно 12 дней птенцы в гнезде проводят. И ещё примерно 2-3 недели кормят их около гнезда. То есть вот тут три стадии. Значит, сначала насиживают, потом они сидят в гнезде, потом около гнезда, и родители всё ещё кормят. Ну, есть определённое обучение у дроздов. То есть, когда они вокруг гнезда ходят, то она их ещё учит искать, допустим, еду. После того, как они стали самостоятельными, кочуют они все по полям и лугам. К августу они объединяются в крупные стаи, и в сентябре начинают, уже летят уже, от лёд начинают. Корм собирают на земле, в траве всякое. Ну, это вот насекомые обычно. Могут, в принципе, на лету, если пытается от них убежать жук и летит, то они могут его и на лету тоже схватить. Похожий вид черноголовый чекан. Ну и далее синехвостка. Синехвостка маленькая птица, где-то с воробья, 14 сантиметров. Напоминает мухоловку, потому что часто она ловит пролетающих насекомых. В то же время синехвостка также и по деревьям хорошо карабкается. Гнездится она в лесах таёжной полосы Восточной Европы, в Сибири. Перелётная. Гнездится она, допустим, в Сибири, а живёт она зимой в Индии или в Китае. А местные, индийские, китайские, они никуда не летают там и живут. Синехвостка гнёзда сооружает в дуплах деревьях, в щелях, берегов каких-нибудь. Гнездо делает из сухой травы, в кладке где-то 5 яиц. Кормит оба родителя. И за лето два уровня они успевают, два выводка за лето выкармливают синехвостки. Ну и типичное питание для дрозда, которое я уже описывал. То есть летом ищут насекомых, большей частью на поверхности какой-то, а осенью также и ягоды. Грехвостка. Грехвостка 16 см, довольно ярко окрашена. Особенно брачный наряд яркий. Лиственные леса. Если синихвостка, всё-таки таёжная полоса, сибирская предыдущая птичка была, это скорее европейская. В Сибири может быть в смешанных лесах, которые тоже в Сибири есть, там тоже может быть грехвостка. Грехвостка где-то в конце апреля появляется. Она зимует в экваториальной Африке, аж до Конго долетает, несмотря что маленькая птичка. И там зимует. Появляется у нас где-то весной, апрель-май. Тоже поведение. Захват участка, после чего начинает всё время петь. С помощью пения он, во-первых, участок охраняет, других дроздов предупреждает. И также и самку себе ищет. Что касается грехвостки, она практически круглосуточно поёт. Спит она во время своего пения, там может быть и один-два часа. Это уже серьёзное всё дело. Причём интенсивно она поёт утром и вечером, как соловей. В принципе, человека они боятся. Если человек подходит, они летят навстречу и над ним начинают описывать круги над человеком. И громко при этом опять продолжают петь, хвостом дёргать и так далее. Ну, хвост у них на закате такой красный, поэтому, горе, хвостка. То есть, как бы, как огонь у них. Ну, когда особенно закат. Гнездо в дупле, в какой-нибудь пустоте, в естественной. Могут делать гнездо в поленицах у человека. Могут в каких-нибудь кучах, там, валежника гнездо устроить грехвостка себе. Под корнями, под обрывами. Человека, в принципе, она не боится. Может, на чердаках, как ласточка. Может, за карнизами. В принципе, можно ей поставить искусственное гнездо, и там она тоже будет жить. Кладка примерно 5-9 яиц. Насиживание 15 дней. Кормит 15 дней. И обычно вот равно насиживание в период кормления. Когда кормят по 500 раз в день и запихивают в этих птенцов еду. Там этот птенец, он просто рот открывает, и все. Вот и на рот у родителей просто рефлекс. Но это недолго продолжается. Потом, где-то около недели-двух, они еще обучаются. То есть, он уже перестал все время просить еду. Ходит вокруг гнезда, что-то там клюет. Но родители в основном обучают его есть там еду. Кормят по-прежнему все. После этого, короче, где-то через неделю, они их вообще прогоняют. Новые яйца новым потомством занимаются. А птенцы уже ходят сами по лесу, броят, ищут еду себе. Еда все та же. Жуки в основном. Ну, то, что там в лесу есть. Комаров может есть, он мух может есть. Гусеницы, бабочки, клопы. Вот так вот все. Лазуревая птица. Походит, в общем-то, на певчевая дрозда. Тоже довольно красивый дроз. Но это гималайи. Так что не у нас, а вот соловьи. У нас может быть соловей. Это дрозд. Но он внешне некрасивый. Он поет очень красиво для человека. И сложно он поет. Можно на ютубе трели соловья послушать в большом ассортименте. Длина тела соловья. 16-19 сантиметров. Это чуть крупнее воробья. Он небольшой. Гнездование. Восточная Европа. Центральная, Южная, Западная Сибирь, кстати. А зимуется он в Восточной Африке. В принципе, вот наша птица соловей. Вполне восточноевропейская. Перелетный. Появляется где-то в начале мая в Восточной Европе. Гнездится кустарники по опушкам леса. Ива, ольха. Большие, может, сады и парки. Может гнездиться. Вот в парке соловей спокойно может завестись. Помним сказки братьев Гримм. Там, по-моему, в Германии. Где-то тоже близкой, скорее, к восточной Германии. И, да, соловей в парке может там завестись. Примерно через три дня после прилета начинает интенсивно петь. И в первые две недели практически все время поет. Поет он всю ночь. Ночное у него пение. Днем немножко спит. Но, значит, первоначально очень мало. И первоначально он в светлое время суток тоже поет. Сложное пение. До сорока колен у них доходит. Причем у них сложность пения обучаемая. Вот если много соловьев собралось, один соловей хорошо поет, они начинают ему подражать. Также у них наследственно. Именно поэтому были там специальные певчи в соловье. Курские соловьи, киевские соловьи. То есть они в какой-то местности соловьи поют определенным образом и друг друга все время обучают таким образом петь. Так что, в принципе, их можно было отбирать, чем мы занимались, да? И воспитывать таких вот особенно сложных певчих соловьев. Но поют довольно красиво, хоть и ночью. У нас тут тоже, в принципе, немного поют. Но чуть позже они нам тут петь-то будут. Не в январе, что они поют. Но поют. Тут можно их... На слабожанщине их можно слышать периодически в их природном виде. Гнезда соловьи устраивают обычно на земле между корнями кустарника, где-то на древесной поросли. В густых переплетениях стволов кустарника у земли. Кладка состоит примерно из пяти яиц оливкового или шоколадного цвета. У них темненькие яйца. Насиживают 14 дней. Вот когда у них они вылупились, тогда самцы перестают петь и начинают кормить. У них уже времени нет. Когда самка сидит на яйцах, они поют. Это они участок метят. А вот потом уже, да, они просто бегают, ищут еду и пихают ее в этих птенцов. Все, потом они уже не поют. Поэтому примерно в середине июня прекращается пение соловьев. И, соответственно, у нас соловьи – это майское явление. Это в начале мая появляется. В мае много поет, в июне меньше, и в середине июня перестает петь. Две недели они их кормят. Потом они выходят из гнезда, как и у всех прочих дроздов. И там в траве, где-то вокруг гнезда они находятся в этот период. Причем родители имеют специальный там крик. Они могут предупредить птенцов при любой опасности. Они прячутся, эти все птенцы. Какое-то время они даже с ними кочуют. То есть вот соловей куда-то идет, перепархивает, и за ним его дети, в принципе, идут. Поэтому они кочуют по опушкам. Дети учатся самостоятельно находить еду. Вот постепенно научаются, распадается семья. Отлет на зимовку. Соловей ест, в общем-то, все то же, что обычно едят – дрозды. Потому что он дрозд, вообще говоря. Семейство дроздов это. То есть ест он муравьев, жуков, клопов, гусениц, мух. И осенью ягоды. Но соловей ягоды не очень любят. Вот там ранее описанные дрозды любили ягоды, некоторые, особенно рябинник. А этот не сильно, но может. Есть разновидности. Южные соловеи. Это я про обыкновенного соловья рассказал. Южные соловеи – это, допустим, вот может быть в Западной Европе. А обыкновенный соловей у нас. Синий соловей есть такой. Синий соловей сибирский, между прочим. И в тайге, в глухой тайге Средней Сибири. В глухих листах Китая, там в Маньчжурии. Вот там может быть синий соловей специфический. Варакушка. Варакушка, в принципе, тоже это разновидность соловья. То есть, Лусциния, она все равно будет по-латыни. Лусциния свецитка. Лусциния свецитка. То есть, шведский соловей. Она будет по-латыни. У нас называется Варакушка. Варакушка имеет длину тела 15 см, хвост где-то 6 см. В общем-то, красивая она. Самая красивая из всех соловьев. Считается темно-бурая крылья. Спина, сторона тела темно-бурая. Беловатая бровь. Синий зоб. Такая, в общем. Но это самец. Самки менее такие яркие, потому что самка сидит на яйцах, должна быть незаметная. Самец у них довольно такой заметный. Гнездится этого Ракушка. По берегам рек, озер, по оврагам, по всей Европе. Кроме самого юга Европы. В Крыму, в Кавказе ее тоже нет. В Азии тоже она имеется. То есть, вот даже в сибирских регионах варакушка это может быть. Зимует она в Северной Африке и в Южных районах Азии. Дальше у нас зарянка. Эритакус рубекула. Зарянка небольшая, птица 15 см. То есть, размером в принципе с соловья. Но она невзрачная. И поет она тоже не очень хорошо. Поэтому ее часто не замечают. Но в принципе, такой распространенный дрозд в наших местах. Гнездится в Европе, в Западной Сибири, на Кавказе, в Малой Азии. Зимы там же все в Африке. Могут они в Пакистане зимовать. Зарянки известны тем, что они поодиночке живут. Вплоть до того, что самец первоначально захватывает гнездовой участок, так что может даже и самок туда не допускать. Зарянка к тому же очень осторожная, быстро убегает, если какое-то крупное животное по типу человека приближается. Песня у нее хуже, но громче. Вот из-за того, что она за свой участок сильно борется, она очень громко поет и подчеркивает, что она тут есть и никого не пустит. Где-то вот в самом ранней весной, уже в апреле прилетает и поет хором со всеми другими птицами. Зарянка, она же, по-моему, и Малиновка, это, по-моему, одно и то же. Она, значит, поет, усевшись на вершину ели и даже вот в самую глухую часть ночи только может заснуть. То есть, ночью тоже она поет. Иногда она засыпает ночью или днем на несколько буквально часов, потом снова поет. То есть, непрерывно поет. Особенно вот ночью или после восхода сразу солнца она поет особенно. То есть, вот на заре она, они поют, когда закат и когда расцвет, особенно хорошо поет и громко. Вот. Поэтому, кстати, зарянка. Ну, говорят, что довольно мелодичный такой колокольчик, но может и хрипло петь. Гнездо в пеньках под поваренными стволами деревьев в основании кустарников насиживает самка где-то две недели, потом птенцы в гнезде тоже кормят их по 300 раз в день, потом бегают в траве вокруг гнезда. То есть, вот все три стадии, которые обычно у дрозда, у зарянки тоже птенцы проходят. Где-то две недели взрослые птицы их продолжают кормить возле гнезда, предупреждать их об опасности, а потом они сами уходят и ищут сами себе гнездовые участки. Молодые, говорят, очень любопытные у зарянки. Они могут даже за человеком там бежать и смотреть, что там человек делает в лесу. А взрослая зарянка, она от всех больших животных очень прячется интенсивно. пища все такая же, лесная, типичный лесной дрозд с обычным питанием. Белоножка, крупная птица, где-то 14 сантиметров, ну то есть, где-то так вот с воробья, крупная она для воробьев. Белая поперечная полоса, ну вот она довольно такая специфический вид, да, у белоножки, вот она белоножка курильская. Обитают, в общем-то, в основном в Китае, но могут в наши прямые залетать. Гнезда устраивают в расщеренных скал, под водопадами всякими, горы там любят в горах не сдиться, бурные горные реки, могут стоять прямо посередине реки на камне и смотреть, что там вот внизу. Ходят по камню и склевывают с поверхности воды все, что там есть. Может прямо в воду кидаться она, если там какое-нибудь крупное насекомое увидело. Может иногда водные растения есть. Ну вот, пожалуй, на белоножке и завершим. Есть еще тугайный соловей, надо его упомянуть, но картинку не привожу. Он пустынный соловей. Тоже поет, кстати, много и довольно хорошо, как в общем-то, почти все дрозды. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,